Уважаемый коллеги, наш следующий докладчик, Игорь Ильич Митлевич, уважаемый Саратовская государственная юридическая академия, доклад называется «Трансцедентальное основание физической темы». Пожалуйста. Если бы я вспомню, что вы тоже модератор, я бы не стал задвигаться. Но, конечно, не уравнивается. Уложились все в рекламу, теперь выкладываемся, я постараюсь, не наружу вас. Ну вот, после замечательных докладов коллег, Ивана Владимировича и Ивана Захаровича, особенно первых двух, как-то веселее воспринимаешь свой текст. Ну, я бы сказал, что он является своего рода экспериментальной философией, нацеленной на экспериментальное обнаружение трансцендентальных оснований научного знания. Вот то, что мы говорим о трансцендентальных основаниях, основываясь на теории познания Канта, это верно, но очень часто не могут указать конкретно, что это за основания. Ну, для этого надо рассуждать не вообще о науке, а о конкретных научных теориях. Вот тогда вот эти вот трансцендентальные основания, так сказать, становятся осязаемыми, определенными. И вот как раз о некоторых вполне определенных основаниях, трансцендентальных оснований филических теорий я хотел сказать. Таким образом, ну, демонстрируя, собственно, как они появляются. Само по себе уже вот этот тезис о том, как появляются трансцендентальные основания, немножко противоречит самой идее трансцендентальных оснований, как предшествующийся к нему. Ну, это, собственно, один из тезисов моего выступления. Ну, я не буду здесь теоретизировать, а начну с конкретного примера. Речь идет о классической механике Галилея Ньютона. И вначале я хочу обсудить понятие абсолютного пространства, которое существует в этой классической механике. Ну, известно, что Галилея ввел представление о инерциальном движении. И это, конечно, сама эта идея, это понятие, ввел в основу новой теории, которую мы сейчас называем классической механикой. Как использовал Ньютон это понятие? Ну, то, что инерциальное движение признается Ньютоном, это очевидно. Об этом говорит первый закон Ньютона о том, что состояние тела не изменяется, если не умеет действовать никакой силы. Но Ньютон уже рассматривает состояние механических тел в определенной системе, в какой-либо системе отсчета. А не так абстрактно, что предметы движутся, как в арестовом образе. Ну, и, разумеется, движение и покой, они относительно к системе отсчета. Ну, это как бы всем понятно. Но законы Ньютона действуют только в том случае, если действительно существуют инерциальные движения. Для этого нужно, чтобы существовала некая система отсчетов, в которой будет существовать это движение равномерное прямолинение. Но Ньютон понимал, что инерциальная система отсчета, являясь условием существования инерциального движения, она сама должна быть инерциальной. Если она движется относительно какой-то системы отсчета ускоренно, то и тело не может рассматриваться как движущийся инерциальный. То есть получается так, что вот условием существования инерциального движения тела является наличие инерциальной системы отсчета, а она, инерциальная система отсчета, существует лишь тогда, когда существует другая инерциальная система отсчета, относительно которой она либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно. Ну, всем совершенно понятно, что мы уходим таким образом в бесконечность. Но в этом случае понятие инерциальности и инерциального движения оказывается не имеющим никаких оснований. Это просто у нас слова, за которые мы ничего не стоим. Но научный разум, разумеется, не может себе этого позволить. И Ньютон вводит представление о так называемом абсолютном пространстве, которое он понимает как инерциальную систему отсчета, но которая не играется ни движущейся, ни покоящейся относительно еще какой-то системы отсчета. Вот то есть реальные физические системы отсчет, они все относительные, но есть только одна инерциальная система отсчета, которая является абсолютной или безусловной. Возникает вопрос, ну, я не буду говорить о различных попытках, философской истории интерпретации абсолютного пространства, например, как-то внестилище Бога, внестилище всего. Это скорее метафоры, чем научные понятия. Но прекрасно всем известно, особенно историкам науки, что Ньютон пытался экспериментально доказать существование такого абсолютного пространства. То есть он вводит понятия, но он полагает, что, поскольку он не заглядает в гипотез, то понятие, имеющее физический смысл, должно соответствовать какой-либо реальности. Вот оказывается, такой реальности просто-напросто нет. И Ньютоновское абсолютное пространство — это и не, собственно, трансцендентальный объект, который задает нам условия возможности интерпретации движения реальных тел, как, например, ускоренных, либо неускоренных и инерциальных. И здесь Ньютон проделывает процедуру, которая впоследствии была описана Кантом. И вот в приложении к основному тексту Кант дает следующее рассуждение. Там его речь относится к функциям рассудка и разума. И, как пишет Кант, существование безусловного — это требование разума, которое стремится найти основание для бесконечного ряда, как некой ценности, выражается. При этом не нарушаются, как указывал Кант, эмпирические условия, потому что безусловное существует в другом измерении, в сфере ноуменов. Теперь идет цитата. Рассудок, отмечает Кант, не допускает среди явлений никакого условия, которое само не было бы эмпирически обусловлено. Но если можно придумать для обусловленного явлений умопостигаемое условие, которое, следовательно, не входило бы в ряд явлений как член-ю, и нисколько не нарушить этим ряд эмпирических условий, то такое условие могло бы быть допущено как эмпирически необусловленное. Так что при этом нигде не было бы нарушен непрерывный эмпирический регресс. Гениальное, так сказать, открытие, как работает мышление, и в процессе этой работы конструируются, собственно говоря, вот эти вот безусловные условия, которые недавно ни в каком опыте не нарушают, так сказать, эмпирический ряд условий, и вместе с тем позволяют мыслить эмпирический ряд условий как некое, так сказать, единство, целостность, существующие в реальном мире. Таким образом, он в простигаемом условии не может не быть, хотя его бытие не относится к эмпирическому ряду. Здесь, безусловно, скорее выступает, или имеет статус должного, ну, я бы сказал бы, что тут этик обрывается в мышление. Кстати, вот у самого Канта есть понятие поступка, которое он сохраняет на все три сферы. Это и поступок мысли, и поступок телечувства, и поступок практического. Да. И, так вот, я, так сказать, завершая этот пример, хочу сказать, что, собственно, абсолютное пространство Ньютона, Ньютона, это вот некая фикция, которая не имеет никакого онтологического статуса. Но само это понятие, представление в абсолютном пространстве вводится как то, что позволяет понимать, интерпретировать физические ее ремнии. Ну, например, так мерцаем. Без этой фикции мы, собственно, не сможем этого делать. Ну, можно было бы взять представление Ньютона в абсолютном времени, и будет то же самое. Ну, я вот сокращаю, так сказать, изложение похожих рассуждений как о пространстве, так и о времени. Ну, кто, может быть, с этим не сталкивался непосредственно, несколько слов наводящих. Ну, допустим, арестователь определял время как число движений. Но это вытекает из того, как мы измеряем время. Время мы измеряем, допустим, количеством вытекшей воды, высыпавшегося песка, углом поворота тени, ну и так далее, и так далее. Да, время, есть количество движений какого-либо. И существует ли какое-либо движение, которое, собственно, определяет вот время как таковое. Не время воды, не время песка, не время солнца, а время как таковое. И вот такой ход мыслей приводит Ньютона представление о времени, абсолютном времени, которое течет. И мы сейчас по-русски часто употребляем подражение терпящего времени. Но, по сути, здесь речь идет о чем? О неком изменении, абсолютном изменении, которое мы не можем определить, относительно чего оно происходит. Вот время – это просто чистое изменение. Безусловно, безусловно, к чему идут. Ну, конечно же, вот у Ютона, допустим, вводится представление, которое действительно априорное. Вот как движется время? Оно движется равномерно. Ну, допустим, одномерность времени все-таки как-то связана с практикой. Нет опыта, который бы намекал на то, что время может двигаться как бы в разные стороны. Вот и раздлиться в одну сторону – значит, одномерно. Но равномерность в течение времени, безусловно, это изобретение ньютонского ума. Никакой опыт об этом ничего сказать не может. Но благодаря такому, по сути говоря, эффективному образу какого-то времени абсолютно мы можем теперь говорить о реальных временах, связанных с движениями вполне реальных тел. Ну, я могу привести, там, рассмотреть. То есть у меня есть материал, например, где рассматривается понятие абсолютной одновременности. Это все ключевые фундаментальные фикции ньютонской механики. Теория относительности Эйнштейна, как частная, так и общая. Там тоже есть свои фикции, которые Эйнштейн вводит примерно похожим по логическим путем, в которых был описан как. Как будто это 70 по одному шаблону. Ну, наконец, если брать общую теорию относительности и впоследствии теорию элементарной частицы или теорию поля, которые строились значительно менее математически, это не единственный способ, но один из способов, очень эффективных, построения теории элементарной частицы основанной теории колебровочных полей. А идеи колебровочного масштабного теоризования я бы придумал Эйнштейн. Ну, как бы, о чем там идет речь. Но я, может быть, не буду останавливаться на этом. Если, допустим, у кого-то будет всякий органил элементарист. Ну, там речь идет. Вот о чем. Еще Лейбниц сформулировал мысленный эксперимент. Что произойдет с миром, если масштабы всех предметов и размеров увеличатся в два раза? Или уменьшатся? Не важно. То есть, если все тела уменьшатся в два раза, то ничего, собственно, не произойдет, никто не заметит. Потому что мы просто не будем знать, произошло изменение или нет. Мы узнаем об изменениях с помощью эталона. Но если и сами эталоны меняются, то, соответственно, никакой информации мы о том, что-то изменилось в мире или нет, не получим. Именно на этом основывается идея калибровочного вариантности Вейля. Он предлагает просто интерпретировать физические силы чисто геометрическим образом, говоря о том, что геометрические преобразования происходящих в так называемом калибровочном пространстве или пространстве Вейля это математический способ описания физических взаимодействий. Есть это калибровочное пространство или нет? Вопрос трудный. Там, конечно, мало что. Они могут быть даже бесконечно мерными. Мы же привыкли бы, это все-таки конечные мерности в нашем реальном пространстве. Ну, ладно, это отдельный вопрос. Но самое-то любопытное, что вот в этой теории Вейля вводится представление об идеальных эталонах. Для чего? Вот эти идеальные эталоны распределены вот по этой комнате. Они везде есть. Мы их не видим, но они есть. Если, да, калибровочное преобразование заключается в свечу, мы били вам какой-нибудь стержень и начинаем двигать в этом пространстве. И этот стержень, допустим, увеличивается, ну, допустим, с каждым шагом увеличивается в два раза. И об этом мы можем судить, каким образом? Сравнивая его длину с длиной идеального эталона. А длина идеальных эталонов везде одна и та же неизменна. Но если мы сидим на этом стержне с красной линейкой и хотим узнать, изменилась ли длина стержня, мы этого не узнаем, потому что линейка наша тоже длинится в два раза. То есть с точки зрения внутреннего наблюдателя никаких изменений нет. С точки зрения внешнего изменения есть. Вот это используют веи для геометрического описания физических сил. Но, разумеется, идеальный эталон – это тоже фикция. Но они вводятся, придумываются веи для того, чтобы интерпретировать, что такое калибровочное преобразование и чтобы мы могли интерпретировать, как я сказал, физические силы с помощью геометрических. Конечно, как это связано с реальностью вопроса, очень сложно. Но я, приводя эти примеры, хочу перейти к каким-то резюме. Они могут показаться недостаточно обоснованными, но мне кажется, они, по крайней мере, любопытные. Вот обратить внимание хотел бы я сначала на цитату из Канта, которую я зачитываю. Подумайте, речь идет о неком безусловном, который детерминирует педрические от условий, но само не является обусловленным. Что это за объект такой? Мне кажется, что можно интерпретировать подобного рода объекты с семиотической точки зрения. И вот я как раз вспомнил работу Михаила Александровича, где он знания как раз и стремился описать семиотические, чего, в общем-то, обычно философы, тем более философы науки, не делают. Вот мы тут рассуждаем всегда о понятиях, а какой язык мы используем, об этом мы почти никогда не говорим. Ну, я хотел бы в связи с своим материалом сказать, что, допустим, абсолютное пространство – это есть, с одной стороны, знак, который указывает на то, что существуют локальные относительные системы отчета и пространства, вот, которыми физики имеют дело. Но если мы рассматриваем абсолютное пространство как знак, то, естественно, это не есть реальный объект. Ну, как, допустим, уже не рассматриваем, не изучаем слово «стол» для того, чтобы понять, что такое стол. Вот также абсолютное пространство – это некий символический предмет, посредством которого мы что-либо можем понять. Вот. И даже шире я бы сказал, вот эти, ну, это как-то тут моя концепция, не связанная с сегодняшним докладом, что, вот, собственно, трансцендитальное основание, о котором я еще и говорил, во-первых, вот я уже повторяю, что они, собственно, изобретение свободного разума. Может быть, разум-то и подразумевает, или он хочет этого, но он не знает, как это выразить, как выразить свою потребность, свое желание, но, по крайней мере, понимать, интерпретировать действительность. И когда он находит вот такой предмет, как есть либо существующий, то мы его можем рассматривать как изобретение. Но это изобретение становится, собственно, приводной элементом приводной структуры. Всякого опыта, который осуществляется в рамках классической механики. И вообще, вот, чем-то, у меня, примеры такие, что вы говорили, что вот эталоны, нормы, это, собственно, помимо того, что есть изобретение свободного разума, это и есть, собственно, интерпретартизитальное существование. Вот как бы, тезис номер два. Ложный вопрос. Ну, я, главное, вот, сказать спасибо за внимание. Спасибо большое. Дальше уговорим. Так вот, пожалуйста, вопрос, да? Ну, вопрос на понимание, буквально. Вот, Иванушка, в таких моментах, я не могла по вашему материалу понять, вы трансцендентальнее отличаете, от априорного. И вообще, насколько слово трансцендентальное в рамках вашего рассуждения вам действительно нужно? Нужно, вы говорите о трансцендентальных основаниях физической теории, и вот то, что вы рассказывали про основания физической теории, само все очень естественно, почему они слова трансцендентальные. Потому что вообще-то все сводится к априорному. Вы поняли. И это вот как-то... Ну, трансцендентальное, априорное, мне кажется, тут посложнее вопрос и соотношение. А вот, когда вы говорите, зачем отреклять трансцендентальное, ну, вот, если бы физики и тот же Ньютон отреклял этот термин, если бы само отрекление говорит о том, что он не может антологизировать свои представления. Ну, нельзя трансцендентальное антологизировать. Вот о чем идет речь. Хотя... Мы уверены, что слово трансцендентальное по аккаунту, где же тут нашу отречу, где же Янша меня остановили, они, в общем-то, выражают вот эту мысльную голову. Потому что я его переварила как в другом протексте. И вот это не случайно. Здесь же он добавляет. Потому что все очень интересно, но почему-то трансцендентальное. Может, это немножко нелепо, есть такой термин, конечно, но... берем его. Почему? То есть погибшим. Вот это у меня было свое возможности. Вот тогда я принимал, да, вот так туда. Потому что я по тексту не наступил. Здесь можно... Так у меня вот такой вопрос родился. Конечно, вы интерпретировали абсолютно это пространство, что-то так все время. А вот физики-то одно время там и идентифицировали. Как это называется? А что, тебе это не возможно? Нет, Здесь есть такой, а почему вы не приятны? Нет, они просто настоящие физики, и у них мышление так работает. Если бы они были философами, они, может быть, не ставили этот вопрос о людей. Но философ тоже этим, это можно знать с задним числом, а может быть и нет. Я прошу прощения, если разрешите мне маленькое замечание, поскольку вы говорили о Юте, о Ньютон. Но вот то, как вы говорили про Юте, вот как-то вы поцитируете. Пусть это перевод. А вот Ньютона вы переворили исключительно проезентистки. В современном языке Ньютон как мы с тем это еще по-форсски. А это обычная ошибка. Это обычная ошибка, интерпретировать. Ну, слушайте, я видел книг, где написано, для того, чтобы понять, как мысли у Галилеи, давайте забудем, как он выражал, какие чертежи он рисовал, так же, да, но все и лучше. Когда я его послушаю, я не посмотрю, это не его язык, это не его... Поэтому моделируется новый способ настроения не факт. Не факт, я не рассказываю. Понимаете, что это картинка презентивная. Ну, все, это чистое замечание. это как бы рассуждение, которое оправдывает, а рассуждение понимает. А Ньютон нет. Потому что вопрос о том, созданный Галилеем, принципы Нейсона, он же тоже открытый. Мы ему подписываем это, это правда. А вот он так выражает, но все равно как спросить, я сравняю с Галилеем, это закон Галилеем, сезон был или нет. А у него такого формула не было. Вроде бы скорость была, путь, время, все. А вот, как же он, эти опыты, мысленные эксперименты с кораблем, в корабле. Смысл их в чем? Показать, что с помощью физических опытов мы не можем отличить два состояния в покое для равномерного перелинейного движения, то есть инерциального движения. То есть, все, вот, это типичный физик читает текст прошлого. Типичный. Конечно, точно. Почему бы нет? Из-за этого я и просто литарь не согласилась. Уж извините, но коллеги, еще вопрос. Можно извращать. Игорь Мяцович, если вот действительно абсолютное пространство, абсолютное время движения унитона фикции, да, в свое время их Мах насылал, физическими монстрами, тогда вы будете вообще трансмитальной метафикцией. Если наш разговор о том, о чем вы говорите. Нет, ну, если вот верить, например, ну, не разуме есть подходы, как речь упоминается, например, а был еще такой Ганс Файхенгер, написавший книгу «Философия как есть любые», то там он рассматривает объекты реального несуществующего как он считает. Но это есть фикции, посредством которых мы вообще что-либо понимаем в этой раме. Например, понимая, что такое мораль, опять возврат к карту, если мы принимаем идею в болтах. Можно, конечно, иначе понимать, но большинство понятна мораль именно на этом контенте. И на этих фиксах должны за сами хранить. И на этих фиксах мы должны быть. Спасибо. Коллеги, еще какие-то вопросы? У меня небольшой вопрос. Вы говорили, что это актримор, и остальные условия, могут возникать в истории. Не сразу они тамят. такая точка зрения была у Пьера. И у Эбола даже вы не сравнили это? Нет, честно, не сравнили. Вы тоже так считали, опрямленные вещи проявляются в процессе времени. Да. Я, кстати, уже сетья в два части было. Да, да. Реализм, конструктивизм в первом докладе затрагивался. Я вспомнил вот дискуссии бывали с Биловым Лихтоцким и Розином. Розин хороший пример, задачка вспомнили. Было ли логическое мышление в античности до трудов по логике Аристотеля? Ну, то это не запрямлено. Это так же соприводимо кажется. Может быть в нашей голове что-то и находится. Ну, что тут мистика какая-то. То есть мы что-то имеем в голове, что потом узнаем, но это как бы уже было. А есть другой подход. Да, это изобретение. А есть другой подход. Ну, вот, который мне, например, ближе. Да, это изобретение, конструкция, фантазия. А потом в эти фантазии начинаем верить. Ну, по-моему, это антологизирует. Антологизирует, да. Спасибо. Спасибо. Игорь Ильич, последнее, наверное, маленькое уточнение, с Вашего позволения. Нетуще. Да, ну, айны курсы фраге. Я просто хотел уточнить по поводу вторжения этического естествознания, если я правильно вас понял, То есть, как это конкретно воплощается, как общее место это вроде бы понятно, да, но тоже не без вопросов. Вот на Ваших примерах, да, которые... Я говорил, о вторжении этического процесса учреждения, ну, это вещь довольно известная, то есть, там, принтан написал, что этики стоят выше логики, логики этих-то. для лекантеанства понятно, как бы, примат практического разума, который потом реализуют, мне кажется, после конца идеалисты. Но я не верю, что Вы именно это просто имели в угол, когда вы. А вот тут еще один момент. Я вот только один раз активно сделаю на том, что какое-то представление вводится именно в силу того, что оно имеет статус должного. Мы считаем, что так должно быть. А ведь если посмотреть, ну, на другие примеры, пришли на научную аргументацию, то там все эти модальности юридические присутствуют. Мы считаем, что это запрещено, это разрешено, это должно быть. Вроде бы, это не язык физиков, математиков, но они этот язык искусствуют. Спасибо большое. можно еще вопрос? Скорее, маленькое уточнение, правильно ли я вас понимаю? Вы приводили пример, когда религиозно в эталонах, Вы говорили, что если внутри системы все тела единовременно уменьшатся, увеличатся, неважно, изменят свой размер, то внутри системы этого никто не заметит. Мой вопрос заключается в следующем. Эти тела, условно говоря, уменьшаясь, сжимаются, потому что это важно, я сейчас уточню, если они условно говоря сжимаются, то расстояние между ними по идее сокращаться не должно. И по идее оно будет наоборот только увеличиваться. И даже если у нас будет внутри этой системы эталон, нам потребуется больше линеек, чтобы рассчитать какое-то расстояние от одного предмета до другого, от предмета, которые изменили свой размер. То есть технически внутри системы мы, наверное, все-таки можем это заметить. Я понял. Но это рассуждение Ньютона. У него пространство не зависит от вещей. А у Левницы телевизорской концепции у него все сокращается в том числе и пространство, поскольку это и есть отношение между вещами. Ну, просто вы говорили исключительно привет, и все, я вас поняла. Спасибо большое, Игорь Ильич. Ну, у нас сейчас перерыв, да? После главного перерыва.